А вот интересно, храмы в Москве когда откроют? Путин издал указ о завершении нерабочих дней. С 12 мая единый режим нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией, сказал Путин. Вот объявили о поэтапном возвращении к нормальной жизни. Хотя верится с трудом. Не припоминаю в прошлом году столько смертей от воспаления легких, пневмонии и от гриппа среди моих знакомых, священников и врачей. В народе говорят про сговор церковного руководства с Собяниным и требуют открыть храмы. Когда я спрашиваю, в чем причина такой спешки, мне говорят, что причащаться нужно во здравие душевное и телесное, напоминая молитвы ко святому причащению. Помните, как там говорится? В освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу. Освященники умирают. Стоит ли торопиться с открытием храмов? Думаете, я не прав? Сегодня мне прислали видео с кладбища Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с места захоронения монахов, причиной смерти которых стала коронавирусная инфекция. Об исцелении народ просит, умоляя разрешить причащение. Можно ли считать Евхаристию панацеей от всех болезней, таким невидимым духовным щитом от коронавирусной инфекции? Или же нет? А давайте разберемся. Человек способен принять полноту благодати Божьей только по вере. Через Евхаристию, как воспоминание крестной жертвы, христианин усваивает плоды искупительного подвига Христа. Проще говоря, мы освящаемся от причастия, благодаря Христу, который умер и воскрес за наши грехи. В первую очередь, грехи, что подтверждается в Священном Писании. Мы причащаемся не для того, чтобы жизнь была сказкой, и мы не болели. Тот же Павел болел всю жизнь и просил, чтобы Бог его исцелил. Бог ответил, достаточно для тебя моей благодати, ибо сила моя совершается в немощи. Павел сам болел, и для того имел при себе апостола и евангелиста Луку. Причащение не панацея от коронавируса. Нельзя относиться к таинству как к невидимому барьеру от вируса. Это уже магиизмом попахивает. Господь не языческий божок, чтобы давать нам гарантии безопасности за молитву и свечи. Это уже потребительство какое-то. С этим боролись еще древние пророки. Давайте не манипулировать такими аргументами для открытия церквей. Этим мы лишь расписываемся в собственном незнании Писания, и в понимании значения слова – Божий промысел. Недавно в адрес правительства обратилась группа депутатов Госдумы с просьбой к празднику Вознесения 28 числа открыть храмы. Законотворцы просят решить этот вопрос как можно скорее. И, конечно, с соблюдением санитарных норм позволить людям собираться вместе для богослужения и молитвы. Об этом сообщил глава комитета гражданского сообщества по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он пообещал, что все решения могут быть приняты уже на следующей неделе. Гаврилов сказал, что стала пора возобновить службы в храмах с прихожанами и работу церковных некоммерческих организаций с соблюдением всех необходимых санитарных правил, ограничивающих количество людей, которые могут находиться одновременно с соблюдением необходимой дистанции и прописать возможность проведения богослужений вне стен храма на близлежащей территории. Знаете, это очень хорошие новости. В этом есть какая-то справедливость, потому что пивные магазины, обычные магазины, предприятия уже открываются, а храмы при этом закрыты. Как-то странно. Я хотел бы вспомнить опыт Элладской церкви, которая буквально пару дней тому назад открыла свои храмы и с соблюдением санитарных норм принимает прихожан с распростертыми объятиями. Там маски, санитайзеры и все прочее, что у нас было до еще самоизоляции. Я думаю, это такой положительный опыт, который мы можем воспринять в нашей церкви в современных условиях для того, чтобы не лишать людей духовного общения. В греческих храмах на входе стоят уполномоченные, которые следят, чтобы в храмах было не больше одного человека на 10 квадратных метров и соблюдалась дистанция в полтора метра. Помните уполномоченных советских времен, которые дежурили и по крупным религиозным праздникам, проверяя, кто же пришел куличе святить на Пасху или нет, и потом часто доставалось за такие походы в храм. Я думаю, даже такие нормы не смутят наших верующих. Они будут готовы и на одной ноге стоять, для того, чтобы их пустили в храм, и они могли причаститься к святых христовых тайнам. Я понимаю, кому-то из вас эти нормы могут показаться странными и ненужными, но мы с вами граждане одной страны, и ради успокоствия врачей необходимы все эти протирания лжицы. Я уже говорил об этом в отдельном ролике, который снимал еще до начала самоизоляции. Помните, когда патриарх впервые призвал оставаться дома, подражая святой Марии Египетской? Как вы думаете, придут люди в храм или нет? Критики говорят, что после того, как церкви были закрыты в дни самоизоляции, в них не останется прихожан. А я верю в людей. Мне кажется, что наоборот, храмы будут наполнены верующими. Даже теми, кто говорил про конец света, антихриста и думал, что наступили последние времена. И будет мир. Ну, по крайней мере, да, следующей эболы, птичьего гриппа, свиного гриппа или чего-нибудь еще. Аминь или как? А вы как думаете? С вами был священник Николай Бабкин и мой скромный YouTube-канал. Не забывайте нажимать перстом на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Храни всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова